МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Большая область. Самые интересные и значимые события, происходящие на наших необъятных просторах. В студии Иван Стрижов сегодня в выпуске. Сила духа. В Нижневартовске побывал спортсмен и блогер Рустам Набиев, который покоряет мировые вершины на одних руках. Собиратель оленей. На Ямале продолжается работа по сохранению и селекции уникальной породы собак. Непростая судьба. В ноябрьске бездомному инвалиду помогают в оформлении документов для поездки в Белоруссию. Улетать не торопилось. В Урае искали хозяев совы, которую нашли на территории детского сада. Почти тысячу многоквартирников планируют отремонтировать в Тюменской области в этом году. Некоторые процессы грядущих преобразований ждут с особым нетерпением. Особенно если в квартире проваливается пол, осыпаются стены, а потолок вот-вот рухнет. На проблемных стройках накануне побывали представители городской администрации, подрядных организаций, а также управляющих компаний. Один из главных вопросов – что еще можно отремонтировать, а где неизбежен снос? Корреспондент Тюменской службы новостей Дарина Халина знает подробности. Подъезд дома номер 6 на улице Антонова жители сравнивают с пещерой. Плесень, вода и камнепад. Вот отсюда упал, вот они кирпичи валятся, вот такой булыжник, вот этот свалился, а тут и детки ходят, тут все выходим. Вот в таких условиях мы живем. Вот в потолок идешь и молишься, думаешь, упадет он или не упадет. В нечеловеческих условиях живут около 300 человек. Ремонта здесь не было несколько лет, и вот долгожданное решение – здание преобразится. Работа стартует в конце марта. Здесь отремонтируют крышу, утепляют технический этаж, реконструируют фасад дома, проведут косметический ремонт в подъезде. Будет, соответственно, проведены работы по подвалу, будет сделана гидроизоляция, соответственно, смонтирована новая отмостка. И будут проведены капитальный ремонт всех инженерных сетей, магистралей, стояки. Это касается систем канализации, водоснабжения и электроснабжения. Отремонтируют и соседний дом на Антонова 4. А вот на улице Бабарынка 20А работа уже близится к завершению. Так выглядело здание год назад. Затопленный подвал, трещины в стенах, провалившийся пол. Дом находился в зоне вероятной чрезвычайной ситуации. Сейчас фундаменты перекрытия между подвалом и первым этажом укрепили. Коммуникации заменили. В планах это инженерные сети в местах общего пользования. Это электроснабжение, а также ремонт мест общего пользования и отопление. Пожар недавно был, можете видеть. Здесь загорелась проводка. Тушили. Дом на Карломаркса 121 знают даже за пределами Тюмени. В начале года по соцсетям разлетелся ролик, адресованный президенту. В нем дети жаловались на хлипкие стены и пол. В 2017 году здание признали аварийным и подлежащим реконструкции. Однако на этой неделе на заседании комиссии городской администрации дом все же решили снести. При этом мы понимаем, что затраты несопоставимы. И с точки зрения экономической целесообразности эксплуатация данного дома не является эффективным способом решения этой проблемы. Точные сроки расселения пока не определили. Но уже скоро жители многострадального дома смогут забыть о коммунальных ужасах. Дарина Халина, Артем Суханов, Тюменская служба новостей. К коммунальным ужасам можно отнести вывораченные электрочетки и старую проводку, которая торчит то здесь, то там. Все это представляет реальную угрозу и часто является зловещим предвестником пожаров, которых ежедневно в России происходит более тысячи. Поэтому вопросы безопасности никогда не теряют своей актуальности. Другое дело, как все это преподнести. Очень интересно, я бы даже сказал, с огоньком занимается своим делом один из ямальских огнеборцев. Как результат тысячи подписчиков и миллионы лайков. Секретами успеха блогер Степан Ляликов поделился со съемочной группой телекомпании «Надым». Ксения Картира расскажет подробности. Фраза «Не горите» стала его визитной карточкой. Степан Ляликов желает это своим подписчикам от всей души, потому что сам работает в пожарной охране уже 15 лет и знает, как сложно бывает спасти жизнь. Вот решил вести свой блог – познавательный и интересный. Это творческая деятельность непосредственно, поэтому я несу в массы знания в первую очередь и провожу пропаганду, пропаганду как пожарной безопасности, так и популяризацию профессии самой. Снимает видео Степан на свою технику, в большей части на телефон. Там вполне приемлемая камера и удобно монтировать. Также блогер прикупил пару штативов, стабилизаторы, свет, микрофоны. И, конечно, один из главных участников съемок – экшн-камера. У огнеборца их две. «Ну, с собой я не взял ее. Пахнет пожарами». «Ну, это еще один раз или два раза все на пожаре было. А у меня именно, которая на каске стоит, вот та прям, такая матерая». У Степана на сегодняшний день есть несколько действующих аккаунтов в разных социальных сетях. Самый серьезный и объемный контент представлен на YouTube-канале. Как правило, это видео с места событий – разбор действий пожарных в конкретной ситуации. В Инстаграме превалируют сториз из обычной жизни блогера. Ну и самая популярная платформа – ТикТок. С него это все и началось. «Я очень не люблю, так скажем, быть официальным. То есть, когда вот эти все официальные тексты, речи, мне они не очень нравятся. И та пропаганда, которая проводится у нас с молодым поколением, она им не заходит, так сказать. Поэтому я выбрал простой, непринужденный формат с приколами и понял, что, ну, как бы, всем проще так воспринимается». Сейчас у блогера более 400 тысяч подписчиков, а просмотры и лайки перевалили за миллион. В социальной сети ТикТок популярна больше среди детей. Отсюда и содержание роликов. Кстати, свою дочь Степан тоже привлекает к съемкам. В одном из последних видео Полина безошибочно называет каждый предмет из пожарного инвентаря. Казалось бы, тема совсем не девичья и тем более не детская. Зато мотивация хорошая. «Да, были такие задумки, может быть, пойти мне на пожарного учиться. Вот это мне, правда, интересно было мне, как это все происходит. И я даже одевалась быстро один раз, прям пыталась за 30 секунд одеться». К сожалению, навыки по быстрому облачению в боевку Полине не понадобятся, даже если она будет работать в МЧС. Девушек на пожары не пускают, но продолжать труд папы в социальных сетях можно. К тому же у Степана большие планы на развитие аккаунтов. Блогер готовится выпустить серьезный проект про трагедию в Зимней Вишне, снять мастер-классы по тушению различных объектов. Так что подписывайтесь на земляка. Полезные ролики смотрите. И не горите. Ксения Картира, Роман Былыбердин. Местное время. Надымский район. Свой блог с успехом ведет и герой нашего следующего материала. Рустам Набиев рассказывает о том, как преодолевать трудности и быть самим собой в любой ситуации. Для многих он яркий пример стойкости и силы духа. Наш соотечественник сделал невозможное возможным, покорив Эльбрус на одних руках. Накануне известный спортсмен побывал в Нижневартовске. С ним пообщалась и корреспондент телеканала «Самотлор» Анастасия Тимирьянова. Люди с ограниченными возможностями безграничны. Это выражение принадлежит человеку, чья история – яркий пример того, как можно жить на полную катушку вопреки трудностям. 12 июля 2015 год. Из средств массовой информации стало известно о страшной трагедии в Омске. Казарма в 242-м учебном центре ВДВ обрушилась. Погибли 24 солдата-срочника. Тогда Рустам чудом выжил. Семь часов он пролежал под завалами. Позже узнал, что у него полностью ампутированы ноги. Как удалось парню пережить эту новость, что его мотивирует? И как он видит свою жизнь через 5-10 лет? Об этом Набиев лично рассказал юным жителям Нижневартовска. Была и депрессия, и непонимание, как дальше жить. Мне 24 года, я лежу в постели без обеих ног, и как дальше жить? Не было понятно. Но потом, когда понял, что нужно немножко взять себя в руки и двигаться. В сентябре 2020 года Набиев вошел в историю мирового альпинизма. Он на одних руках взошел на восточную вершину горы Эльбрус. Без посторонней помощи преодолел 5 642 метра. Это очень сильный человек. Он воодушевляет, и он достоин уважения. Таких людей должно быть больше и больше. Они показывают, что наша страна настолько сильна, что сила духу нельзя сломить, и нужно идти вперед и вперед, несмотря ни на что. 52 часа пути. Холодная ночевка на высоте 5300 метров. А дальше – больше. Уже в 2021-м Рустам покорил восьмой по высоте – восьмитысячник мира – гору Манаслу. Я очень дико боялся, когда поднимался. Когда спускался, еще сильнее боялся. Потому что, когда ты спускаешься, ты видишь ту высоту, куда ты поднялся. И ты понимаешь, откуда ты можешь сорваться. Когда я спускался, у меня точка опоры не была. У меня только руки. Я не могу на ноги опереться или на другие какие-то точки. Поэтому, когда ты спускаешься, ты постоянно держишь руки в напряжении. Тебе нужно постоянно держаться, чтобы вниз не сорваться. С недавних пор Рустам – член Общественной палаты Российской Федерации. Ведет блог, где мотивирует других людей. Не бояться трудностей жить и двигаться только вперед. В ближайших планах спортсмена продолжит тренировки, чтобы затем зайти на Килиманджару. Анастасия Тимирьянова, Александр Составов, Телеканал Самотлор. Генотип ямальских лаек изучат российские зарубежные ученые. В помощи линеводам в округе стандартизируют тундровую породу. Теперь у арктической собаки должны появиться метрика, родословный и даже генетический паспорт. Ну а какими качествами обладают столь востребованные четвероногие? Эти и другие подробности в репортаже корреспондента телекомпании «Ямал» Веры Дронзиковой. Пятнистая худью ищет щенок, но уже проявляет свои качества загонщицы. Ее звучный голос оленя услышат за сотни метров, утверждает Владимир Лаптандер. У оленевода уже есть пес, но чтобы сохранить породу, еще одну чистокровную ненецкую оленегонную лайку заводчик привез в Оксарку этой зимой. Это девочка, и нынче ее привез с полуострова Ямал, за Ельбеем. Специально ездила за тысячу километров в январе месяце. Вот только недавно ее привез. Создать на Ямале так называемое племенное ядро оленегонок. Для этого к проекту «Ненецкая лайка. Достояние России» подключились ведущие ученые и кинологи. Как результат, у арктической собаки должны появиться метрика, родословная и даже генетический паспорт. Стандарт породы актуализирован. Это метрика этой собаки на данный момент. Подтверждение того, что действительно такая порода существует на бумаге. Цель этого проекта, чтобы сохранить чистокровность данной породы для северного оленеводства. В культивировании породы заинтересованы и местные оленеводы. В тундре говорят, нет лайки, нет оленей. Тем более, что именно у нас на Ямале есть собаки, соответствующие всем стандартам. Псапура российские ученые, приезжающие на Ямал для исследований, признали эталоном ненецкой оленегонной лайки. В холке не выше 50 сантиметров, шерсть пушистая, характер добрый и гривый. Вот такой он наш приуральский Пура. Кинологические и зоологические качества оленегонки неповторимы, как уникальные породы. Подчеркивают лайковеды. Сегодня на Ямале порядка 18-20 тысяч чистокровных особей. Для сохранения популяции этого мало, считают ученые. Чтобы выработать единую тактику, сейчас участники северной научной экспедиции из Поволжья, Архангельска и Ямала сверяют ход исследовательских работ даже по телефону. У ямальских ненецких оленегонных лайок собран генетический материал. Буквально на днях 30 пробирок с шерстью и слюной. Этих собак отправлены в Ярославский НИИ и Шведский Королевский технологический институт. Там профессора исследуют все нюансы породы и приступят к составлению подробной генетической документации. А в Оксарке оленевод-заводчик Владимир Лаптандер планирует, что уже через год оленегонная ненецкая лайка Хутю принесет свое первое чистокровное потомство. Щенков уже ждут для работы в тундре. Вера Дронзикова, Валентин Хатанзей. Фремия Ямала. Приуральский район. Оксарка. Это Большая область. Мы продолжаем. И вот что вы увидите далее. Непростая судьба. В Ноябрьске бездомному инвалиду помогают в оформлении документов для поездки в Белоруссию. Улетать не торопилось. В Урае искали хозяев совы, которую нашли на территории детского сада. В поселке Белый Яр Сургутского района намерены отремонтировать несколько автодорог. Однако этим планам могут помешать те же причины, что и в прошлом сезоне. Ну а именно подорожание стройматериалов и отказ подрядчиков работать по устаревшим ценам контрактов. Помимо экономических трудностей, есть еще одно обстоятельство. Все подробности у корреспондента телекомпании «Сургутный форум ТВ» Антона Севастьянова. На это место Андрей Трубецкой приезжает как на поле битвы, из которой районная администрация вышла победителем. Боролись чиновники в микрорайоне Гидрономыв ни много ни мало с силами природы. Для строительства нового района здесь нужно было построить инженерные сети и дороги. Вот при их обустройстве управленцы столкнулись с совершенно непредвиденными обстоятельствами. Я когда докладывал губернатору, сказал, что вот строительство дорог и инженерных сетей в микрорайоне Гидрономыв, это похоже было на маленький подвиг, поскольку никто не ожидал, даже вот с учетом геодезических изысканий, что настолько высоко грунтовые воды, настолько они сильные. То есть это не счесть инженерных решений, которые были приняты при строительстве этого объекта. Инженерам пришлось применить немалую смекалку. Коммуникации здесь нужно было построить, несмотря ни на что. Гидрономыв отведен под застройку жильем. В прошлом году в микрорайоне уже ввели в строй 25 тысяч квадратов. В планах на этот примерно столько же. Возведение домов было бы невозможно без необходимой инфраструктуры. К этим сетям уже подключены два дома, как вы видите. И оба дома у нас уже введены в эксплуатацию. То есть данные сети позволили обеспечить вод домов. Взялся застройщик Сипромстрой, это больше 23 тысяч квадратных метров. И буквально сегодня получил разрешение на вод дом Сургутстрой-Треста. И уже к данным сетям, в общем-то, застройщики оформляют подключение к новым строящимся домам. Если в Гидрономыве препятствием для обустройства сетей чуть не стали грунтовые воды, то на других объектах поселка причины экономического характера. С прошлого года районные власти пытаются провести аукционные на ремонт нескольких участков дорог в Белом Яру. Подрядчики отказывают собраться за эту работу. Не устраивает цена контракта. По крайней мере, дважды мы выставляли единым лотом пять дорог в городском поселении Белый Яр. И сумма-то достаточно значительная была – 69 миллионов рублей. Несмотря на это, в текущем году власти собираются отремонтировать в Белом Яру восемь участков дорог по Некрасово, Лесной, Фадеево и другим улицам. На это хотят потратить 90 миллионов рублей. Аукционы должны стартовать в ближайший месяц. И чиновники очень рассчитывают, что в этот раз сумеют предложить бизнесу ту цену, которую устроят обе стороны. В таком случае передвижение по дорогам поселка Белый Яру же к осени станет намного более комфортным. На крупнейшем рыбоводном предприятии Тюменской области – Сладковском рыбхозе – началась горячая пора. Как результат – тонны выловленной рыбы от карася до муксуна. Но на этом местные специалисты не останавливаются. Даже уже замахнулись на разведение других видов. С подробностями корреспондент Тюменской службы новостей Оксана Павлова. В феврале зимняя рыбалка – самая урожайная. Бригада рыбаков вытягивает из-подо льда почти километровый небо. Озеро Большой Куртал – одно из самых больших озер в Сладковском районе. Его площадь – 2400 гектаров. Оно считается очень качественным, потому что здесь всегда отличная рыба и практически всегда хороший рыбный урожай. В Большом Куртале за день можно выловить как минимум полторы тонны рыбы. Здесь обитает карась, карп, окунь, судак, щегур и даже муксун. Сладковский рыбхоз планирует разнообразить их теофауну. Хотим дополнительно сюда привезти Нельму, которая будет бороться с верховкой. То есть такая сорная рыбка. Природный способ удаления сорной рыбы – это вот судак хорошо ее догоняет и уничтожает. Также Нельма могла бы ему помогать. Очень ценная рыба. Хотим попробовать в этом плане. За зимний период сладковский рыбхоз выловил более 200 тонн рыбы. По итогам года объемы составят порядка полутора тысяч тонн. Все это – результат системной работы рыбоводов. В этом уверен потомственный рыбак Антон Половодов. Ловлей занимается уже более 20 лет и знает, что промышленная рыбалка – своего рода наука. Когда работают рыбоводы, рыба всегда есть в озерах. Соответственно, и мы радуемся, и они радуются. Ну и вот и в принципе все. Большой Куртал – одно из 20 озер района, арендуемых местным рыбхозом. Есть еще индивидуальные предприниматели, которые занимаются промышленной ловлей. Не всем местным жителям это нравится. Ведь на таких водоемах частный массовый вылов запрещен. Но арендаторы рыбных озер придерживаются правила. Кто поле удобряет, пашет и засевает, тому и урожай собирать. Да, это действительно хорошо. 27 озер у нас находятся в пользовании у наших предприятий, индивидуальных предпринимателей, где они занимаются не только выловом рыбы, но и размещают там аквакультуру. Пока рыбаки занимаются подлёдным ловом, на заводе Сладковского рыбхоза идет реконструкция. Предприятие планирует выращивать форель. Предполагаемые объемы – около 140 тонн в год. Оксана Павлова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей. В ноябрьске инвалиду помогают в оформлении документов для поездки в одной из стран ближнего зарубежья, где у него живут родственники. Юрий Абмосов приехал на Ямал в середине 70-х. Вначале все было хорошо, но потом жизнь не заладилась. В результате мужчина стал бездомным, после чего лишился обеих ступней. Но благодаря неравнодушным землякам Юрий не остался один на один со своими проблемами. О непростой человеческой судьбе расскажет корреспондент телекомпании «Ямал» Руслан Акчулпанов. Юрию Петровичу 72 года. Ступни ног ему ампутировали год назад. Обморозил их, когда посреди зимы искал место для ночлега. В ноябрьск он приехал в 1977 году. Работал строителем. Была семья. Жили здесь, в доме 9 по улице Цоя. Когда дети, двое сыновей подросли, развелся с супругой. Тогда и начались беды. Бывшая жена должна была выплатить деньги за долю в квартире. Но все пошло не так. Пару копеек мне высылал, на эти копейки. И все. На этом мы расстались. Я приехал сюда, остался без квартиры и без денег. Шанс встать на ноги у Юрия Обмосова появился, когда город предоставил ему квартиру в поселке Ближнее СМП. Правда, в 2013 году за неуплату коммунальных платежей суд обязал квартиросъемщика покинуть дом. Водка у меня в данное время была. Водка. И поесть у меня было. Строение снесли, как непригодное для жилья. Там же под завалами остался и паспорт. Юрий Петрович стал бомжом. Ночевал где придется, даже на улице. Так и обморозил ноги. В больнице на соседней койке лежал Эдуард Колесник. Молодой человек потерял пальцы рук. Общая беда сблизила. Каждый бы, может быть, задумался, что, а если я в такую иду попаду, куда я пойду? Человеку некуда просто идти. Он один здесь в городе. Эдуард поселил Юрия Абмосова в своем вагончике. Тропинка, ведущая от вагончика дяди Юры к воротам, изворотливая и терниста. Два поворота и снежная колья длиною в 40 метров. Их надо проползти или пройти на коленях. Этот сложный путь словно метафора к последней в жизни Юры цели. Возвращение на родину в Белоруссию. У Юрия Петровича сейчас есть паспорт, прописка и пенсия. Пожилой человек подсчитал, что сможет на ямальскую пенсию неплохо устроиться в Белоруссии. И даже побаловать единственную внучку. За эту пенсию можно снимать какое-то жилье. Останется на продукты, на одежду. Еще и внучка, еще внучка у меня есть. И внучка еще что-нибудь купить. Останется только оформить инвалидность. Для того, чтобы потом сделать протезы. Потому что если нет инвалидности, протезы бесплатно не делают. Собирать документы Юрию Абмосову помогает Наталья Лужанская, председатель общественной организации «Вера, надежда, любовь». Прежде всего, надо встать на протезы, считает Юрий. И начать ходить хотя бы на костылях. А потом уже искать белорусские адреса внучки старшего сына. Из самых близких в живых остались лишь они. Руслан Чулпанов, Ярослав Кудренок. Программа «Время и мало». Ноябрьск. На территории одного из детских садов Урая обнаружили сову, а точнее длиннохвостую неясыть. Она не спешила улетать и, судя по тому, что абсолютно не боялась, была близко знакома с людьми. О находке сообщили в социальных сетях в надежде найти пернатой красавицы старого, ну или нового хозяина. Об истории со счастливым концом расскажет корреспондент телекомпании «Спектр» Екатерина Кузьмина. «Вот здесь мы обнаружили сову на пожарной лестнице. Так как наша группа находится на втором этаже, и решили, что сову нужно спасти, чтобы она не погибла от холода». Пернатая гостья прилетела на территорию одного из детских садов Урая 14 февраля. Воспитатели решили, что птице необходима помощь, поэтому поймали ее и показали ветеринарам. «Поймать ее не составило труда, так как птица была обездвижена, немножко испытывала и замерзшая, и голодная. Поэтому она не оказывала сопротивления и не составила никакого труда ее изловить». Обычно Татьяна Щипачева в своей ежедневной работе привыкла иметь дело с кошками и собаками. Реже на осмотр ветеринарному фельдшеру приносят попугаев. Но вот иметь дело с совой, а точнее длиннохвостой неясытью, раньше не приходилось. «Сова была завернута в теплое одеяло. Мы эту сову поместили в помещение. Потом я побежала в магазин, купила говядины, потому что сова была истощена, голодная, и, естественно, для птицы это был стресс». Сотрудники ветеринарной службы заметили, что птица хорошо идет на контакт с людьми и предположили, что у нее может быть хозяин. Фото с пернатой красавицей разместили в социальных сетях. Желающие приютить лесную гостью нашлись быстро. «Мне ее стало жалко. Во-вторых, она очень красивая и с первого взгляда влюбилась в нее. Сейчас мы ее лечим, витамины, подаем лекарства для того, чтобы суставы не болели, так как раз она не может летать, видимо, она когда-либо упала, ушиблась где-то. Дальше хотела ее выпустить на волю, а тоже почитала, что их уже после 10 дней содержания дома с человеком, проживания, птицу такую нельзя выпускать на волю, и она должна жить уже с человеком». Мария отпаивает птицу из шприца. В меню у совы сырая курица. Но самое желанное лакомство – грызуны. У Марии уже 10 лет живет попугай-корелла, поэтому опыт общения с птицами имеется. Сова, которую назвали Нюша, уже успела не только познакомиться, но и подружиться со своим пернатым соседом. Вы смотрели «Большую область», в студии работал Иван Стрижов. Всем хорошего настроения и большого человеческого счастья, а всех мужчин с праздником. До свидания.